МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутат собрания депутатов Ненинского округа, ветеран боевых действий Андрей Ружников и председатель общественной молодежной палаты при региональном парламенте Владимир Абрамов приняли участие в акции «Мы вместе!» «Своих не бросаем!» в поддержку жителей Донбасса. Этот выпуск программы законодателя мы начинаем с печальной новости. Администрация Заполярного района сообщила о трагической гибели главы Каратайки Дмитрия Вылка. Это произошло утром 1 марта. Дмитрий Валентинович Вылка руководил Юшарским сельсоветом 17 лет, начиная с 24 января 2005 года. Дмитрий Вылка был человеком деятельным, практичным и всегда заботился о жителях Варнака и Каратайки. Отстаивал их интересы, думал не только о насущном, но и о духовном. При его непосредственном участии в Каратайке в 2004 году построена часовня Святого Николая Чудотворца, соболезнуем семье Дмитрия Валентиновича, жителям поселков Каратайка и Варнак в связи с потерей земляка. Рабочая встреча руководителей фракции окружного парламента с заместителями губернатора Ненинского округа прошла в собрании депутатов. Она состоялась в преддверии подготовки итогового отчета о результатах деятельности администрации Ненинского округа за прошлый год. В соответствии с уставом округа, губернатор округа ежегодно до 1 апреля представляет окружному собранию отчет о результатах деятельности администрации округа, в том числе по вопросам, которые поставлены в собрании депутатов. В свою очередь, собрание депутатов заслушивает данный отчет на сессии и по результатам заслушивания принимается соответствующее постановление. На февральской сессии депутатами было предложено провести рабочее совещание фракции политических партий, представленных в собрании депутатов Ненинского автономного округа с заместителями губернатора округа и руководителями исполнительных органов государственной власти округа в рамках подготовки к заслушиванию этого отчета. На рабочей встрече с краткой информацией о деятельности исполнительной власти выступил заместитель губернатора округа, руководитель аппарата администрации округа Андрей Блащинский, заместитель губернатора округа Наталья Сидорова и Александр Дудоров, заместитель губернатора округа по делам Ненинских и других коренных малочисленных народов Севера Юрий Хатанзейский. Также с докладом по своим направлениям деятельности выступили исполняющие обязанности руководителя Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Павел Масюков и исполняющий обязанности руководителя Департамента финансов и экономики округа Сергей Михайлов. Руководители политических фракций и собраний депутатов Ненинского округа внесли свои предложения. Руководитель фракции политической партии «Родина» Андрей Ружников затронул тему договора с Архангельской областью, который истекает в 2024 году. Депутат настоятельно рекомендовал возобновить работу по пересмотру условий, чтобы все собранные налоги на территории Ненинского округа оставались в регионе. Второй момент, на котором настаивал окружной депутат, касается кадровой политики в Ненинском округе. Он обратил внимание руководителей, чтобы рабочие места преимущественно предоставлялись жителям нашего региона. Как пояснил депутат, с такими просьбами к нему обращаются жители округа. Наталья Лысакова, руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия», обратила внимание на совершенствование системы оплаты труда работников бюджетной сферы. Как рассказала депутат, руководители учреждений в сельских населенных пунктах получают невысокую заработную плату. А в некоторых поселениях меньше, чем специалисты, при этом их функциональные обязанности и ответственности намного выше. Преодоление жителям региона черты бедности, субсидия на мясо и отпускные цены на мясные продукты. Эти вопросы поднял руководитель фракции политической партии «Коммунистическая партия коммунисты России» Николай Миловский. На рабочей встрече Андрей Смученков, руководитель фракции политической партии «ЛДПР», собрание депутатов Нынецкого округа напомнил, что программа внутреннего туризма не разработана в округе. Он предложил в кратчайшие сроки заняться этим вопросом и предоставить информацию в итоговом докладе главы региона. Депутат Татьяна Федорова, руководитель фракции политической партии «КПРФ», обратилась с просьбой о пересмотре нормы питания в школах, особенно пересмотреть это для школьников сельских поселений. Она предложила предоставить информацию о состоянии материально-технической базы, учреждений, культуры и образования. Руководитель фракции «Единая Россия» Анатолий Курленко задал вопрос о текущем строительстве социальных объектов на селе. Подводя итоги рабочей встречи, спикер регионального парламента Александр Лутовинов обратил внимание, что в итоговом докладе была отражена информация о материально-техническом обеспечении отдельных постов пожарных отрядов в сельских поселениях. Важными остаются вопросы сохранения традиционной отрасли хозяйствования в округе, оленеводстве. К нам поступает запрос жителей сельских поселений, в том числе о социальных гарантиях и компенсациях молодым оленеводам и сохранении традиционной отрасли северного региона, сказал председатель собрания депутатов. Отдельный блок вопросов касается строительства, сроков сдачи объектов, какие из них запланировано ввести в эксплуатацию, ближайшие перспективы строительства объектов. В завершении встреч Александр Лутовинов поблагодарил всех за конструктивный диалог и полную информацию по самым важным направлениям социально-экономического развития региона. Первоочередное право на арктический гектар должно быть у местного населения. Такую рекомендацию приняли представители законодательных органов власти восьми регионов Северо-Запада по результатам обсуждения концепции проекта федерального закона в Санкт-Петербурге. На заседании постоянного комитета парламентской ассоциации Северо-Запада России по делам Севера и малочисленных народов ее представил вице-спикер собраний депутатов Немецкого округа Матвей Чупров. От Немецкого округа мы выдвигаем вопрос. Это инициатива по внесению изменения в федеральный закон, который предусматривает изменение правил предоставления арктического гектара. Сделать так, чтобы на новые участки, которые будут включаться в эту программу, в первую очередь распространялось право для местных жителей воспользоваться арктическим гектаром. А уже потом распределялось на всех, как это было в самом начале старта арктического гектара с 1 августа прошлого года. Согласно концепции проекта федерального закона для граждан страны, имеющих регистрацию по месту жительства на территории соответствующего субъекта Российской Федерации или соответствующего муниципального образования, расположенных в арктической зоне России, закрепляется гарантия исключительного права на земельные участки для безвозмездного пользования на время реализации программы «Арктический гектар». Напомню, сама федеральная программа начала действовать в Российской Федерации с 1 августа 2021 года. По упрощенной процедуре жители Ненецкого округа могут получить земельный участок площадью до 1 гектара. При этом граждане вправе выбирать земельные участки только на специально выделенных для этого территориях, определенных региональными законами. Первые полгода земля предоставлялась только жителям арктической зоны Российской Федерации. С 1 февраля 2022 года право на безвозмездное пользование земельными участками площадью до 1 гектара в Арктике получили жители других субъектов. Депутат Матвей Чупров уточнил, «Наша концепция федерального законопроекта предусматривает изменение правил предоставления арктического гектара, по которым можно было бы закрепить первоочередное право для жителей региона при каждом добавлении территории под программу «Арктический гектар». В заседании Постоянного комитета Парламентской ассоциации по делам Севера и малочисленных народов приняли участие представители законодательных органов власти восьми регионов Северо-Запада Санкт-Петербург, Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской области, Ненинский автономный округ, Республика Коми и Карелия. Данный комитет Парламентской ассоциации Северо-Запада России курирует собрание депутатов Ненинского автономного округа. Депутат собрания депутатов Ненинского округа, ветеран боевых действий Андрей Ружников и председатель общественной молодежной палаты при региональном парламенте Владимир Абрамов приняли участие в акции в поддержку жителей Донбасса. Автопробег стартовал вечером в пятницу. Колонна машин проследовала до Дворца культуры Арктика с лозунгом «Мы вместе и своих не бросаем» до Центра арктического туризма. Акция проходила в поддержку жителей Луганской и Донецкой народных республик, которым пришлось покинуть свои дома и эвакуироваться в Россию, а также тех, кто остался в Донбассе. Участники акции поделились своим мнением относительно решения президента Российской Федерации Владимира Путина о признании независимости народных республик. Мы как ветераны боевых действий поддерживаем нашего главнокомандующего, его решения, а также поддерживаем нашу армию. Сами служили в сложные 90-х годах, знаем, что это такое, прошли войну, и сегодня, как никогда, армии, президенту нужна поддержка от жителей всей страны. Восемь лет фашисты издевались над жителями Донбасса. Восемь лет их мучили, восемь лет их, можно сказать, гнобили. И поддержка России, как никогда, и президент правильно сказал, что кроме России им помочь некому. Это наши русские люди. Вот на машине написано, своих не бросаем. Это что такое, лозунг? Это наш армейский лозунг, и очень правильно, что он сегодня в тренде. Своих не бросаем. Мы должны показать всему миру, что наказание будет неотъемлемо. Всем, кто поднимет свою руку на россиян, получит жесткий отпор. Участники акции выстроились на территории турцентра и составили слово «Вместе» из автомобилей, а также фонариков. Акция «Мы вместе», то есть мы сегодня сделали так называемый автопробег в поддержку Донбасса, в поддержку тех жителей, которые сейчас у нас прибывают в нашу страну в виде беженцев. Мы хотим призвать всех людей, чтобы они обратили на это внимание, чтобы оказали поддержку этим людям. А также у нас сейчас ведется акция по сбору необходимых вещей и также сбору средств в поддержку у нас беженцам. В акции приняли участие более 30 автомобилистов на личном автотранспорте. Депутат Николай Миловский, заместитель председателя Комиссии регионального парламента по вопросам образования, культуры и спорта, принял участие в работе Постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по образованию, науке и высшей школе. Заседание состоялось на базе законодательного собрания в Вологодской области в режиме видеоконференц-связи. В ходе заседания участники обсудили проблемы медицинского обслуживания обучающихся в профессиональных образовательных организациях и питания детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях. Парламентарии поддержали законодательную инициативу коллег из Вологодской области о внесении изменений в федеральное законодательство. Она касается предоставления преимущественного приема ребенка, находящегося под опекой, в том числе в приемной семье, на воспитание и обучение в дошкольные учреждения и начальные классы, в которых обучаются его полнородные и неполнородные браты или сестра, а также проживающие с ними в одной семье дети. Кроме того, на встречу парламентской ассоциации Северо-Запада России был утвержден план работы комитета на второе полугодие 2022 года. Учтены предложения по разработке программы капитального ремонта дошкольных учреждений и внесению изменений в программу «Земский учитель». Депутат собрания депутатов Николай Миловский, комментируя итоги заседания, отметил, что многие вопросы требуют доработки на федеральном уровне, в том числе рассмотренные на комитете вопросы. Законодательство нужно постоянно совершенствовать с учетом поступающих от граждан запросов. Поэтому на заседании и были озвучены соответствующие предложения. Председатель постоянной комиссии собрания депутатов Ненинского округа по государственному устройству и местному самоуправлению Александр Чурсанов побывал с рабочей поездкой в ОМИ. В селе ОМИ депутат окружного собрания обсудил рабочие вопросы с главой муниципального образования и руководителями организации, а также встретился с населением. Один из самых больных вопросов поселения, по словам Александра Чурсанова, это необходимость строительства фермы. Планы на этот счет есть, как и у органов местного управления Заполярного района, так и у органов государственной власти. В настоящий момент проводится работа по изменению назначения земельного участка. Это администрация Омского сельсовета. Сейчас они направили заявку в округ, который будет рассмотрен в ближайшее время. Ну и, соответственно, в бюджете муниципального района Заполярный район на 23-й год запланировано финансовое средство для выкупа этой фермы. То есть ее будут строить не муниципальный район, а ее будут приобретать. То есть должен инвестор, так скажем, вложить деньги, построить объект, и затем, если этот объект будет устраивать, его выкупят. И, соответственно, уже передадут муниципальное образование. Также жители ОМИ ставят вопрос о подключении жилых домов к централизованным тепловым сетям села. По словам Надежды Леонидовны Михеевой, главы администрации района, летом этого года часть домов будет подключаться. Но к этому вопросу необходимо подходить более, так скажем, централизованно, я считаю. Мы знаем, что финансовые средства федеральные будут привлечены в ближайшее время в округ, но это касается у нас Харуты-Харьера. Ну, такие мероприятия требуют жители, просят жителей всех населенных пунктов. В ходе встреч с жителями села обсудили также вопросы функционирования связи в почтовом и медицинском обслуживании. Депутату удалось также побывать на межмуниципальном фестивале «Созвездие талантов». В котором приняли участие коллективы из села Несь, деревни Вижас, Ома, соответственно, и Нижняя Пёша. Но подчеркну, что в условиях ковида все-таки было видно, что людям очень радостно собираться, пообщаться вместе, песен попеть. Поэтому департаменту, конечно, образования, культуры, спорта большое спасибо, что они все-таки планируют финансовые средства в нашем бюджете. Но праздников, я думаю, что этих нужно будет провозить больше. То есть ограничения все-таки снимаются, поэтому люди очень ждут этих мероприятий. Александр Чурсанов в ближайшее время также планирует побывать в Пёшском и Шоенском сельсоветах. Выезды в населенные пункты округа и общение с избирателями непосредственно на местах – важное направление в деятельности депутатского корпуса. В первую очередь, конечно же, это непосредственно общение с жителями сел, потому как все-таки, когда ты напрямую погружаешься в эти проблемы, ты их больше понимаешь. Ну и я считаю, что все-таки жители сел, они так умудренные, такой вот хозяйственные жилки, о которой они могут рассказать, о которой ты, может быть, где-то даже не видишь. Хотя я сам родился в селе и долгое время работал в сельской местности. Самое главное, конечно же, это общение с жителями. С 1 марта 2022 года в России вступили в силу сразу несколько законодательных изменений на федеральном уровне, касающихся техосмотра. Но введения должны закрыть рынок серых диагностических карт, пресечь махинации с фотографиями и ужесточить ответственность за непрохождение техосмотра. Так, 1 марта в России появится новый штраф за езду на непрошедшем техосмотре автомобиля. Он составит 2000 рублей, а выписывать его можно будет максимум раз в сутки. Риск быть оштрафованным появится у тех, для кого техосмотр остался обязательным. Водители автобусов, легковых такси, грузовиков и машин, предназначенных для перевозки пассажиров с 8 сидячими местами и более. Кроме того, техосмотр по-прежнему обязательный и для личных автомобилей россиян, но только для тех, которым больше 4 лет. И только в тех случаях, когда их нужно поставить на учет в ГИБДД, зарегистрировать в связи со сменой владельца, а также внести изменения в конструкцию или поменять один из основных силовых агрегатов. При этом дорожные камеры фиксировать отсутствие диагностических карт не будут. В ГИБДД объясняют это техническими проблемами. Оказалось, не так просто автоматически отличить легковой автотранспорт от грузового, определять год выпуска автомобилей и проверять возможное нахождение в реестре легковых такси. На заседании комиссии окружного собрания по вопросам государственного устройства и местного самоуправления рассмотрели вопросы о реализации наградной политики в регионе. В администрации округа функционируют две наградных комиссии при губернаторе Нинецкого округа. Комиссия по окружным наградам и комиссия по госнаградам Российской Федерации. В состав первой входит депутат окружного собрания депутатов, руководитель органов исполнительной власти региона, представитель органов местного самоуправления и общественности. По итогам работы за 2021 год рассмотрено более 200 представлений. Всего награды получили почти 100 жителей округа. К окружным государственным наградам относятся следующие виды наград. Медали за особые заслуги перед Ненинским автономным округом и родительская слава Ненинского автономного округа. Почетная грамота Ненинского автономного округа, а также почетное звание «Почетный гражданин Ненинского автономного округа». Медаль за особые заслуги вручается и звание «Почетный гражданин Ненинского округа». присваиваются за выдающиеся заслуги один раз в год только одному жителю региона. Медаль за особые заслуги перед Ненинским округом с 2009 года удостоено 17 жителей, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие округа. Почетную грамоту Ненинского округа ежегодно вручают 20 представителям различных сфер жизни округа. В 2021 году медаль «Родительская слава Ненинского округа» удостоена одна семья. Всего в округе 87 семей награждены такой медалью за укрепление института семьи. В иные виды наград Ненинского округа входят в знак отличия. Трудовая доблесть в 2021 году получили 6 человек. И знак отличия за безупречную службу Ненинского округа в 2021 году также получили 6 человек. В 2021 году губернатор округа ввел 9 новых наименований профессиональных почетных званий региона. Почетный пилот, почетный работник потребительской кооперации, почетный работник общественного питания, почетный работник органов местного самоуправления муниципального образования, почетный спасатель и другие. Региональные почетные звания присвоены 67 граждан. Кроме того, за достигнутые трудовые успехи и личный вклад в социально-экономическое развитие округа, почетными грамотами администрации Нинецкого округа и почетными грамотами собрания депутатов награждены 144 и 218 граждан соответственно. Впервые из округа направлены материалы для награждения знаком отличия за благодеяние, медалью Пушкина, медалью за труды по сельскому хозяйству. С целью повышения эффективности реализации наградной политики в регионе реализован ряд мер, позволяющих улучшить работу в данном направлении. На постоянной основе кадровые работники организации и учреждений, чьи сотрудники представляются к получению государственных наград, оказывают консультативную и методическую помощь. Дополнительно разработаны и размещены на сайте методические рекомендации и образцы бланков, необходимые для использования в работе. По итогам рассмотрения вопроса председатель профильной комиссии регионального парламента Александр Чурсанов отметил планомерную и системную работу администрации НАУ по поощрению жителей округа заслуженными наградами. Это доказывает количество награжденных в последние годы. Это была программа «Законодатели». Увидимся на следующей неделе.